Полгода в России действует новая схема финансирования жилищного строительства. Теперь все сделки проходят только с помощью эскроу-счетов. Сегодня в Челябинской области по этому принципу реализуется больше половины разрешений на строительство. И на сегодняшний день уже заключен 31 кредитный договор на сумму более чем 9 миллиардов рублей. Открыто 822 эскроу-счета на сумму более чем 700 миллионов рублей. Прежде всего новая схема создана, чтобы обезопасить дольщиков. Их средства размещаются на эскроу-счетах и соответственно они застройщику будут переданы только после того, как дом будет построен и квартира будет передана гражданину. И кроме того, средства на эскроу-счетах защищены системой страхования вкладов на сумму 10 миллионов рублей. Застройщикам в свою очередь нужно перестраивать работу. Теперь возводить дома придется или за свои средства, или за кредитные. Ставка для застройщиков на самом деле разная. И размер процентной ставки очень во многом зависит от наполняемости эскроу-счетов. То есть, если сумма на эскроу-счетах равна сумме выданного кредита, то ставка может быть снижена в два раза. Например, до 4 даже процентов годовых. Некоторые застройщики высказывают опасения, что при использовании такой схемы жилье подорожает. Однако, по словам специалистов, этого можно избежать. Прежде всего, это начинать не сразу 10 объектов и, соответственно, получать финансирование на их строительство и строить затем в течение длительного периода. А строить один объект в короткий срок, быстро его сдавать и быстро погашать кредит. Тем самым это снижает затраты. Кроме того, можно стимулировать наполнение эскроу-счетов. Специалисты говорят, если они растут быстро, кредит становится меньше, соответственно, себестоимость удешевляется. Надо сказать, что банки готовы оказывать помощь застройщикам в этом. То есть, они могут предоставлять скидки при выдаче ипотечных кредитов. В том случае, если дольщики накапливают средства на эскроу-счетах. И вот сейчас, как нам сказали, есть реально на рынке уже предложение ипотечный кредит под 1% годовых. Хочется верить, что благодаря новой схеме финансирования у дольщиков останется только одно беспокойство. Как создать уют в новом доме? Елизавета Виноградова, Владислав Шишмаренков, Урал-1.